всем добрый вечер продолжаем изучение темы программирования станков чпу данного предмета у нас продолжение идет занятие быстренько 104 и мы сразу переходим дальше на прошлом занятии мы рассматривали компенсации на диаметр инструмента также на высоту инструмента для того чтобы использовать ручное построение то есть ручную указывать их мы должны определиться с направлением инструмента относительно относительно детали то есть у нас есть три варианта использования компенсации можно сказать два варианта использования компенсации также компенсация по центру g41 g42 это те два кода которые совершают данный процесс то есть смещаются относительно линии и обработка по центру кодом идет g40 любая программа может содержать данную обработку последнем слайде который мы рассмотрели которая формирует управляющую программу можете видеть что компенсация она возможна в данном случае блоке выполнения операции и давайте еще раз рассмотрим данный процесс получается так что любая управляющая программа для любого станка в данном случае которая использует либо указано в языке iso она делит программу на блоке либо программа данная делится на блоке которая включает сми начала файла управляющей программы строку безопасности инструментальный блок основной формат блок это выполнение операции и завершение программы также конец файла уп выполнение операции состоит из подхода к заготовке на уровне s-поинт опускание до уровня r-поинт вход в заготовку материал срезание в нее и резание заготовки а также выход из нее для этого используются такие коды как g43 и g41 g42 при необходимости активировать компенсацию на высоту инструмента то есть инструмент активируется кодом g41 либо g42 для того чтобы сместить траекторию движения инструмента относительно геометрии а также кодом g43 для того чтобы сместить инструмент по высоте относительно высоты инструмента относительно материала либо детали для этого инструмент проходит по всем опорным точкам и в результате получается управляющий право. В управляющей программе, кроме стандартных кодов подготовительных, вспомогательных, которые позволяют решить проблемы и вопросы перемещения, существуют еще отдельные коды, которые входят в группу номер 9, которая отвечает за постоянные циклы. Сейчас мы рассмотрим некоторые варианты постоянных циклов. Сначала в теории, потом посмотрим, как это работает в результате при написании управляющей программы посредством CAD CAM-системы, посредством системы автоматизированного проектирования. Вы можете видеть, что Operation 1, операция номер 1, операция 2, операция 3, 4, 5 и 6. Стандартно 6 определенных уровней для сверления. Чтобы было всем понятно, я сразу же расскажу, как, где здесь и как это понимается вообще. Представьте, что это заготовка, куда необходимо инструмент опускается. Мы сейчас наблюдаем это в плоскости XZ. Получается, что, скажем так, можно нарисовать двери станка, которые вы открываете лево-право, перед вами передняя часть заготовки. Инструмент и данный проход, который видно с левой и с правой стороны, на самом деле в одном месте идет. Это просто нарисовано для того, чтобы было отдельно видно, как инструмент опускается и выходит. На самом деле, как происходит процесс сверления. То есть инструмент опускается в материал, производя отверстие, и выходит в этом же месте, конечно же. Здесь просто операция 4 как бы делится только для визуального понимания читабельности. Итак, когда инструмент подходит в первую операцию, операция номер 1 – это подход в начальную точку, в точку первого отверстия для сверления. Постоянные циклы называются еще canet cycles. Постоянными циклами пишется вот так – canet cycle. Постоянные циклы необходимы не только для сверления, а также для нарезания резьбы, для растачивания, для суперфиниширования, для того, чтобы произвести для растачивания, сказал, да, и всевозможных видов сверления, такие как сверление с задержкой на дне, сверление простое, сверление высокоскоростное с полным выводом сверла, сверление высокоскоростное с неполным выводом сверла. Давайте рассмотрим некоторые из них на примере формирования кода. Вкратце. Инструмент сначала должен переместиться ускоренно в точку входа к материалу. Вот оно. После чего ускоренно подойти к начальному R-поинту. R-поинт – это такое визуальное расстояние от нуля, от S-поинт до R-поинт, либо от R-поинт до дна материала, которое обычно указывается для безопасности, чтобы инструмент мог переходить между необходимыми отверстиями, которые могут быть вот здесь, здесь, в какой-то безопасной зоне. То есть если мы имеем какие-то крепления, либо контрольно-измерительные инструменты, которые могут быть немного выше этой зоны, получается инструмент, который перемещается между ними, может просто задеть их. И тогда, в таком случае, мы данный уровень R-поинт должны поднять еще выше, например, вот сюда. Может быть 3, 5, 10 миллиметров выше уровня заготовки. Это уровень заготовки. Получается, что в таком случае инструмент, который сейчас находится здесь, сначала ускоренно перемещается в одну точку, потом ускоренно перемещается в точку R-поинт, потом происходит врезание. Процесс сверления и фрезерования отличается тем, что при врезании инструмент, точнее при фрезеровании инструмент сначала производит врезание, то есть опускается вниз, входит в материал, после чего обычно происходит какое-то резание в 2D, в 3D и выход из материала. Здесь же процесс сверления заключается в том, что мы опускаемся, врезаемся в материал, и, собственно, на этом и завершена наша операция, мы можем выйти из него. Единственная разница в том, что мы можем выйти, например, вращая шпиндель в противоположную сторону, либо мы можем остановиться на какое-то время, либо мы можем, наоборот, войти против часовой стрелки, остановиться, переключить по часовой стрелке и выйти, либо мы можем зайти медленными темпами, точнее быстрыми темпами, но вот так ступенчато и не выходить из материала, либо мы можем зайти на одну ступеньку, выйти из материала ниже, выйти из материала еще ниже, выйти из материала. То есть все эти разные процедуры, они указывают разное номинование кода, и в зависимости от того, что мы выбрали конкретно, то и происходит. То есть, например, код G81 — это стандартное сверление, код G82 — задержка на дне, G83 — высокоскоростное, G73 — другое. Вы можете видеть то, что штрихпунктирная линия показывает нам перемещение, которое происходит ускоренно, это repeat traverse, и то, что является сплошной, continuous line — это fit, подача, то есть используется конкретная скорость. Подача, если вы помните, указывается буквой F, после F идет конкретное значение в миллиметрах в минуту, например, F100 — 100 миллиметров в минуту скорость. Любые фактически постоянные циклы состоят из перемещения в начальную точку, ускоренно по троим осям перемещения до точки R-point, вырезания в материал, то есть самого процесса сверления. После чего есть два варианта выхода. Первый вариант — это когда мы ускоренно выходим до уровня R-point, для того, чтобы перейти к следующей координате и сделать то же самое вот таким методом. Либо и в конце уже выйти полностью до уровня S-point, либо еще выше, то есть подняться в ноль машиной координаты по Z. Либо второй вариант, когда выход из сверления происходит не на уровне R-point, а и сразу же на уровне S-point. Для этого существует отдельная группа, группа номер 10, которая включает два кода. Это коды G98 и G99. G98 необходима для того, чтобы выйти в S-point после окончания цикла сверления G99, чтобы выйти в R-point. Само же сверление включено в группу номер 9. По умолчанию код G98 модальный в группе номер 10 и код G80 модальный в группе номер 9. Код G80 необходим для того, чтобы отменить постоянные циклы сверления. То есть по умолчанию они, конечно же, выключены. Они выключены. Итак, давайте посмотрим, как происходит формирование данного кода на примере программы. Я возьму ближайшую программу, которую мы будем рассматривать на занятиях по инженерной графике. Очень скоро данный предмет у нас будет в одной из групп. Это достаточно простая и легкая программа SharpCam, гибридная CAD CAM-система. Тем не менее, она рассматривается, потому что буквально в ближайшее время, в течение двух-трех занятий, мы можем освоить ее полноценно. От рисования элементарных примитивов геометрии до формирования CAM-системы, а также редактирования постпроцессора на языке VBNet. То есть такая программа позволит полноценно понять, как вообще работает сапросистема и уже самостоятельно при необходимости ознакомиться и получить практические навыки, работая в других системах. Таких программ около 50 серьезных. Ну и станков около 200 производителей, достаточно серьезных. Очень-очень крупных производителей. Десятки, но достаточно такие серьезные производители, которые тоже имеют крупные металлообрабатывающие цеха и ресурсы, импортируют во все континенты свое оборудование. Их тоже, в принципе, они измеряются десятками десятков. Поэтому изучать нужно много чего. Итак, давайте посмотрим кое-что. Сначала я сформирую материал 100 на 100 миллиметров, а в нем я сделаю отверстие. Отверстие радиусом, например, 7 миллиметров. Указываю их в центре. Давайте сделаем, например, один в центре. Это было лишнее. Второе сделаем в координате 20-20. Третье в координате 80-80. Четвертое в координате 20-80. Пятое в координате 80-20. Например, вот пять отверстий 7-миллиметровых. В данном случае это называется окружность. То есть это еще геометрия в формате 2D, которую необходимо использовать для построения необходимой операции. То есть сначала строится геометрия, после чего происходит сам процесс формирования программы управляющей. Что нам нужно для этого? Первое – это произвести обработку. Tool Manager. Выбираем инструмент, который будет использоваться при необходимости, изменяем его. Например, инструмент номер 2. Вводим инструмент номер 2. Это 7-миллиметровая фреза. Сверло, drill. Номер 2. По часовой стрелке вращается. Диаметр у нее будет 7. Offset номер 2. Длина инструмента пусть будет 50. Режущей части 30. И градус, пусть будет 118. Создать инструмент. Создаем. Вот он. Выбираю его два раза, нажимая левую клавишу мыши. И вот в этой части экрана, подсвечу ее, указано Selected Tool. Selected Tool. Выбираем инструмент. T02. 7-миллиметровая фреза. Сверло. Сверло. Теперь. Machine. Профильная обработка нам уже не нужна. Drilling. Сверление. Drilling. Выбираю тип сверления. Простое сверление. Нужно рассмотреть формирование команды с 9-й, 10-й группа кодов, где используется сверление, где есть данный, называемый, Carnet Cycle, постоянный цикл, который формирует сверление. Мы рассмотрим, какие варианты сверления существуют. Как и для фрезерования, мне необходимо указать некоторую информацию. Это Initial Repeat, уровень S-Point, например, 10 миллиметров выше уровня заготовки. Fit From. До которого уровня, до какого уровня необходимо опуститься, для того, чтобы сэкономить время на вырезание и начать подачу. 5. Material Surface. Поверхность материала. 0. Finish Depths. Финальная глубина. Финишная глубина. До какого периода нам необходимо проводить сверление. До какой глубины. Например, до минус 5 миллиметров. До минус 5 миллиметров. Итак, не одно из самых главных, но тем не менее. Тут как бы все главное. Retract to. Выйти до. До какого периода, до какой высоты мы выходим, выходим из данного материала. Первый вариант до Initial Point. Второй вариант до Fit From. Initial Repeat – это S-Point, то есть до 10 миллиметров. Fit From – это R-Point. Немного раньше мы рассматривали варианты выхода из сверления, где был вариант – это выход в R-Point. это выход в S-Point, вот он, когда инструмент выходит сразу же до уровня Initial Level, это G-98. И второй вариант – это выход в R-Point, это G-99. Ну, разницы как таковой нет, то есть просто выше выходит. Если конец операции, то можно сразу же G-98. Режимы резания указываются в принципе стандартно, как и для фрезерования, за исключением одного момента. Если мы производим, например, фрезерование, то есть такую механообродку, в которой инструмент обрабатывает материал и имеет режущую кромку как по бокам, собственно, так и внизу, то есть он может опуститься вниз, да, и перемещаться влево-вправо, вперед-назад-ввер-вниз. Сверло такое явно делать не может. То есть у сверла только возможность обработки в одном направлении, точнее, в двух направлениях по одной оси. То есть вниз оно опускается по оси Z и вверх оно поднимается по оси Z. Все. Если это горизонтальный фрезерный сног, например, то понятно, что там с другой стороны, там сзади, но все равно в одном направлении. Поэтому исключение состоит, заключается в том, что мы указываем feed rate, уровень подачи, и все. Для фрезерования, для операции с фрезерованием мы указываем первое, это подача для врезания и подача для резания. Здесь же просто подача, и все, потому что резание и врезание при сверлении – это одна и та же функция. Указываем ее на, например, 250 мм в минуту. Скорость вращения шпинделя, предположим, 5000 оборотов в минуту. Какимаунт вл пока мы составляем. Эмульсия. Оставляем. Пусть будет. Выбираем те окружности, будущие отверстия, которые нам нужны. Нажимаем плюс и получаем внутри операции в виде circles окружности. NC-код. Окей. Тут у меня сейчас активный постпроцессор для системы синтак. Пока мы это оставим. Давайте посмотрим. Операция с операцией. Появилась одна операция, которая называется сверление, drilling, в ней есть контуры, которые были обработаны, а также toolpath, траектория движения инструмента, которые были обработаны. Появилась NC-код, управляющая программа, которую необходимо передать на станок либо методом копирования, сохранения на диск файла, либо прямой передачи отправить на машину, то есть при подключении RS-232 порта, то есть как вам нравится. Эта программа, которая будет передана на машину, она готова обрабатывать. Итак, где начинается у нас, собственно, сама обработка, где у нас начинается цикл сверления. Цикл сверления начинается, когда идет формирование строки, которая включает в себя коды 9-й и 10-й группы. В данном случае это строка N-150. Вот она. В кадре N-150 указывается G81-G98. Кстати, это не совсем корректно, это не совсем верно, потому что G81-G98 может работать на некоторых станках некорректно, потому что их нужно поменять местами. Правильный формат это G98-G81. Кстати, вот на синтек оно и будет неправильно работать. Очень странно, нужно поменять местами. То есть сначала должно быть G98, потом должно быть G81. Но это делается очень легко с помощью редактирования постпроцессора, в котором нужно открыть данный процесс формирования отверстий, перейти к нему, то есть найти именно, где указывается вот в этой программе, где именно указывается это действие. То есть когда оно начинается, например, вот G81 пишется у нас в начале, потом идет, видимо, G98 чуть-чуть дальше, и нужно поменять их местами. Сейчас, минутку, G0. Это не здесь, значит, ниже. Ага, это все-таки здесь. То есть тут идет G81. Выбираем. Выбираем.